Добрый день, уважаемые президиумы и участники конференции. Проблема загрязнения окружающей среды является одной из наиболее острых и актуальных в настоящее время. И наибольшую роль в изгновении этого загрязнения играет пластиковые отходы. Учитывая это, мое исследование было изучить осуднёмлённых студентов о негативном влиянии пластика на окружающей среду и здоровье населения и отношения студентов к проблемам пластика. Задачи исследования были проанализировать литературу и ресурсы интернета, посвященных проблемам пластика, разработать анкету и провести опрос студентов, материалы исследования, ресурсы интернета, сайт ВОЗ, оригинальная анкета. Методами исследования являются анаметические, анкетирование студентов, результаты обработанных методами описательной статистики. Пластика окружает человека везде. Так что же он из себя представляет? Пластика – это органический материал, состоящий из синтетических или природных высокомолекулярных соединений, то есть полимеров. Его производство началось в 1950 году и составило 2 миллионов тонн к этому году. И в 2015 году уже 400 миллионов тонн пластика ежегодно производилось. За все это время было произведено суши 8,3 миллиардов тонн пластика, 6,3 миллиарда из которых являются мусором. И только 9% подвергаются к переработке. Уделяют следующие – международные универсальные коды переработки пластмасс. Наибольшая опасность представляет из этих семи типов – это третий тип – поливинилкалит, который используется для изготовления трубок садовой мебели. Может содержать токсические вещества, такие как бисминол А, кадми и другие, и не подлежит к переработке. А также седьмой тип – О. К этой группе относится любой другой вид пластика без буквенного кода, который может быть включен в предыдущие группы. Он также содержит токсические вещества и не подлежит к переработке. Также пятый тип пластика – полипропилен. Он при контакте с алкоголем и другими химическими веществами может вызывать, может выделять фенол и формальдегид, что оказывает токсическое действие на человека. Хочу обратить ваше внимание на вещество под названием бисминол А, которое входит в состав некоторых видов пластика. Третий и седьмой вид пластика. Он используется для изготовления бутылочек для детей, многоразовых выплылок для воды, также для внутреннего покрытия вещественных банок для пищи и питья. ФТА признала, что бисминол А оказывает инзоструктурные схожисти с женским половым гормоном эстрогеном, оказывает негативное влияние на репродуктивную и эндокринную систему. Является причиной возникновения ряда онкологических заболеваний, в том числе и рака молочных желез, рака яичи, простаты и других. В 2008 году было обнаружено, что даже 1 миллиардное моле бисминола А меняет долговременную потенциацию и гиппокампе, что может привести к улучшению памяти. Массовое и безответственное использование пластика привело к весьма плачевным последствиям. От пластика ежегодно умирает более 1 миллиона животных и птиц 100 миллионов тонн пластика ежегодно становится мусором, загрязняя землю, реки, океаны. Это привело к формированию огромных скоплений мусора в океанах. На данный момент известный пект больших скоплений мусорных пятен. Наиболее известным из них является Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Его размеры больше, чем размеры Франции, Испании и Германии вместе с ада. А весь мусор, представленный в Мировом океане, составляет 9 миллионов квадратных километров. Есть наиболее распространенных видов мусора в океане. Первое место представлено сигаретами и сигаретными фильтрами, а десятое место – бумажными пакетами. Как вот таким образом в процентном соотношении пластик попадает в Мирового океана? Из рек, большинство загрязняющих рек находится в Азии. Топ загрязняющих рек возглавила китайская Янзи. Учитывая актуальность этой проблемы, применяются меры, направленные на очистку Мирового океана, а также на предотвращение последующего загрязнения океана. Причем это делается на государственном уровне. Последним относится к революции мусора и переработке пластика. Так, на территории Саратовой области установлены урны для раздельного сбора пластика и другого мусора. В Ангелесе и Балако действует мусороперерабатывающий завод, мощность которого составляет 5 миллионов кубических метров в год. Функционирует экологическое волонтерское движение «Зеленый бык». Также ведется работа по уменьшению использованием пластика. Так, британкой был изобретен пластик, который прочнее, долговечнее обычного пластика и разлагается за 4-6 недель. В Киевике используется одноразовая посуда, сделанная из крахмала. Итальянская Bioface разработала посуду из косточек авокадо. Генемецкая Homemade разработала посуду из морковки, из скромадонной кожуры и скорлупы арахиса. Огромное внимание уделяется очистке океана от пластиковых. В этом направлении уже умеется успехи. Так, голландская компания была разработана ловушка для пластика, которая может собирать 5 миллионов тонн пластика в месяц. Работает она на солнечной энергии. И, к прогнозам самого Боина, в 2060 таких ловушек, в 2040 году, могут избавить океан от 90% всего мусора. Я провел интернет-опрос, было опрошено 138 человек, наиболее активны были женщины и молодые люди возрастом 18-25 лет. 51% обеспокоены проблемой загрязнения окружающей среды. Более половины считают, что эта проблема не преувеличена. Половина опрошенных старается ограничить потребление пластика. 55% из них относят специальные заведения. 6% сортируют мусор. 54% пытаются меньше использовать пластиковую упаковку. 73% не делают этого, потому что не хватает специальных условий для этого. 19% не думают об этом. И 6% не считают это необходимым. 79% знают об отрицательном влиянии пластика. И в них 59% знают о том, что пластик может вызывать онкологию. 31% знают, что пластик влияет на декоративную систему. 9% знают об отрицательном влиянии пластика на детей. Только 1 треть знает, за какое время разлагается пластиковая бутылка. Только 44% знают о маркировке пластика. Наиболее популярных видов мусора в России мы ответили правильно. О таких последствиях использования пластика слышали, опрошенные ранее. В ходе исследования выявлена недостаточная осведомленность студентов о негативном влиянии пластика на окружающую среду и здоровье человека, о мерах профилактики. Однако большинство студентов обеспокоено проблемой пластика и готово пособствовать уменьшению потребления пластика. Угодом из следующей ситуации является информирование населения об актуальности данной проблемы путем проведения различных профилактических мероприятий и экологических акций. Необходимо более активная пропаганда, сортировки и пластика. Спасибо огромное за внимание.